итак дорогие друзья приветствую тех кто ко мне только что присоединился и напоминаю что это вторая часть из видео о покупках с алиэкспресс и сейчас мы с вами распакуем парочку сумок сразу хочу сказать о том что это сумки необычные это сумки плюшевые тканевые мягкие таких сумок у меня еще не было это сумки не для работы не для офиса это скорее такой скорее такой какой-то игривый стиль но вот то чего мне хотелось на грядущую осень то я собственно надеюсь и получила выбирала их достаточно спонтанно шли они в течение чуть больше месяца сейчас мы с вами посмотрим если они вам понравится какая-то из них то пожалуйста милки прошу внизу обязательно оставлю ссылочку ну и не будем долго тянуть кота захват начнем на посылочке указано что мне прислали бэг собственно я и надеюсь что там будет бэг вот а время доставки я уже говорила состоял чуть больше месяца сейчас мы откроем и посмотрим что же там внутри просто я заказала две сумки я не знаю какая из них в какой посылке будет сейчас откроем и посмотрим так что мы видим в этой посылке значит обычный пакет почтовый далее здесь у нас пупырчатая бумага и собственно говоря такая штука в пакете больше ничего нет почему-то в пупырку сумка не упакована просто вот на пупырке на этой лежит отдельно пупырка отдельно пакет с сумкой понятно но это видимо какой-то новый дизайн может быть так так вот такой чехольчик судя по виду одноразовый на сумке на моей вот а это собственно плюшевая сумка я не знаю можно назвать это сумкой из меха чебурашки вот тем не менее из каких-то таких меховых замшевых и под них сумок она мне приглянулась очень сумочка конверт здесь у нас большая кнопка под кнопкой подложена какая-то здесь штука с эмплемкой и кнопка хорошо держится за счет этого вот здесь тоже застежка вроде бы достаточно крепенькая посмотрим что у нас внутри но внутри у нас конечно вот такая ручка ручка выполнена в форме цепочки черная такая достаточно грубая цепочка с интересным плетением я думаю что либо я буду носить если вообще буду носить эту сумку буду носить ее либо на плече либо вот так вот вот но как то так что у нас здесь внутри внутри никаких ни пакетов воздуха ни бумаги ничего не было вот она такая плоская вот здесь внутри у нас достаточно плотная подкладочная ткань кое-где конечно на ней торчат ниточки но это не критично есть один кармашек никаких других отделений здесь нет никаких молнии просто кармашек вот что касается вместительности этой сумки я думаю сюда вполне реально поместится обычный кошелек стандартная косметичка длинненькая телефон ну и какая-то еще мелочь то есть сумочка достаточно вместительная можно ее набивать она вот такая мягкая вся вот у нее нет жесткого каркаса и это наверное одна из первых моих сумок которые нет такой жесткой формы но почему-то мне захотелось к этой осенью обязательно сниму потом видео о о том что же из осенних покупок у меня собралось то верхняя одежда обувь и сумки и какое в общем образ вышел в конечном итоге о которой я собираю для особого там скажем так мероприятия вот но пока разглашать всех тайн не будут расскажу и вернусь немножечко к сумочке и так искусственный мех достаточно приятный на ощупь ничего из него не лезет ровненько он подстрижен проплешен не каких нет цвет как я и заказывал такой вот сиренево-розоватый не знаю как вот видео передаться это передача да ну вот именно то что я и хотела достаточно такая тяжелая цель в общем сумка это я довольна обошлась она мне около 8 долларов если кому-то нравятся такие веселенькие штучки может быть дочки захотите купить то пожалуйста ссылочку мне оставлю внизу заходите смотрите а мы продолжим а вторая сумочка из тех которые я заказала шла немножко дольше это где-то было около 50 дней судя по всему вот по такой упаковке она упакована в пакет внутри которого прям встроенная пупырчатая бумага вот и на ощупь больше никаких здесь предохраняющих штук не будет сразу же я достаю здесь какое-то закладка для книг подарок спасибо приятно не так часто китайские продавцы радуют нас небольшими подарочками вот эта штучка очень удобная потому что я не заворачивались ты книгах которые читаю я люблю либо я запоминаю странички либо вы используете закладку так мне вполне себе пригодится такая классная закладка мы посмотрим что же у нас с сумкой а здесь у нас еще один бумажный пакет нарисована тетка в купальнике на скейтборде почему-то на скейтборде не знаю почему вот ну давайте с печатью конверт а внутри такая бархатная сумка я хотела именно бархатную замшевую это осенний такой для меня будет вариант и сделана она форме кладчика вот такими ушками внутри должна быть ручка да есть ручка сейчас я прикреплю и покажу как же все выглядит вместе карабинчики на месте работает достаточно длинная ручка но она не регулируется сумочка носится на плечо и здесь есть у нас этикеточка так написано но вдруг кто не понял та же самая картинка что и здесь вышивка и та которая была на конверте скейтборд гол но а то вдруг мы не поняли что это девушка на скейтборде вот там собственно застежка наше и посмотрим что внутри 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 запах на молнии одно отделение есть такой кармашек молния работает кармашек не очень глубокий даже не думаю что телефон туда поместится вот сумочка по объему не очень большая но соответствует я думаю заявлено на сайте вместительность у нее не очень большая но это как прогулочная я считаю какая-то может быть даже немного богемная сумка вот то чего мне не хватало последнее время кошелек телефон туда поместится ну и больше ничего не надо вот мне кажется не очень плотно застегивает эти ушки у нее посмотрим как она будет носиться и действительно ли в общем что-то можно будет ли здесь исправить нет у нее никакого жесткого каркаса она такая мягкая вот любительница таких интересных штучек минус прошу переходите по ссылке пойти сумку так сумочка обошлась мне по моему в 11 долларов тоже очень большая у нее цена радовать она меня будет а единственное что вот не знаю надо ее наверное отпарить или набить чтобы она приняла свою какую-то такую форму ридикюля вот и вопрос мне только как она поведет себя в сырую погоду не будет ли она краситься не будет ли от нее оставаться следы на одежде но это может показать только время поэтому следите за моими видео я обязательно покажу и расскажу как она будет носиться вот такая сумка прикольная итак дорогие друзья я вам показала две сумочки сумка из меха чебурашки с цепочкой и сумочка под бархат темно-темно-силе в форме эльдикюля сумочки недорогие сумочки на осень для прогулки не для выхода в свет но в общем такие милые жесткие штучки если кому-то понравилось понравились эти сумки понравился мой рассказ ставьте лайк обязательно сниму обзор расскажу как эти сумочки носиться и носились как они себя повели в сырой погоде как в общем насколько крепкими они оказались поэтому следите за нашими видео заходите уже там тоже есть кое-что интересное продолжаем следующая часть нашего видео будет посвящена осенней одежде